Не очень-то холодно с вашей стороны. Цыплята. Кризис среднего возраста и зомби. Добро пожаловать в дипломатию. Это не вариант. Башня защищает его от общежития 407 с элементами городского строительства и стратегии в реальном времени. Это в основном небольшое число постучится в ваши стены. И на них нет кристаллов души. Дипломатия. Это не вариант. Это первые названия игры от российской студии DOR 407. Вдохновленная эпохой империй, цивилизаций, героями меча и магии и многим другим. Дипломатия была ответом на вопрос, что Если эта массивная армия, РЦ требует тщательного баланса управления ресурсами и распределения, а также защиты и стратегии. С учетом ряда переменных при запуске, каждая новая дипломатическая игра может быть ресурсоемкой, хорошо защищенной или ни одной из вышеперечисленных. С точки зрения управления ресурсами, у нас есть граждане, еда и ни одной тоже. Просто чтобы уточнить, дерево, камень, железо и золото, у еды есть два варианта при запуске с самой быстрой скоростью сбора, доступные в рыбацкой хижине. Надеюсь, у вас есть пруд, полный рыбы, прямо рядом с вашим замком, который служит вашим первоначальным хранилищем, чтобы сократить время в пути. Лесопилки, расположенные рядом с деревьями, будут иметь свободный доступ для вырубки всего ландшафта, но опять же время в пути зависит от того, насколько близко находится ваше хранилище. Размещение зернохранилища для продуктов питания или места для хранения древесины и камня имеет решающее значение для максимизации ресурсов на второй тариф. Железо приходит позже, как и золото от торговли на рынке. Модернизировать ваше здание довольно просто, и постоянные зрители этого канала знают, что я обожаю возможность модернизировать здание на месте оригинала. Направляюсь в центр города. Два должны быть вашим первым приоритетом, так как это открывает целый ряд новых возможностей, которые дают вам преимущество в обороне. Это также позволяет вам улучшать ваши ресурсные здания, ваши казармы и строительство гильдии инженеров, чтобы на сцене появилось больше катапульт для расширения вашей деревни. Жилье и дополнительное питание должны быть доступны. Вы можете видеть ожидаемые новые поступления на своей панели инструментов, и они появляются на рассвете. Когда позволят ресурсы? Вы можете распределить их по ресурсам или обучить их подразделениям для вашей армии, но имейте в виду, что вы не получите дополнительного персонала до следующего дня, чтобы быть осторожным, если на горизонте замаячит битва. Если вы сомневаетесь, фехтовальщики с точки зрения боя, первая волна проверит ваши стены, если они у вас есть, и вы должны, и даст вам представление о том, чего ожидать, в виде, с какой стороны они идут. Вы получаете несколько дополнительных минут, чтобы собрать несколько стен и башен, собирая свою скудную армию. На этом этапе важно выбирать ключевые цели на протяжении всего боя. На самом деле вся игра процветает при тщательном микроуправлении. Как только волна будет побеждена, у вас будет всего несколько дней, чтобы собрать своих мертвых, восстановить свои стены и переподготовить свои силы, прежде чем они прибудут снова. О, и если вы не соберете своих мертвецов и не упокоите их на кладбище, они восстанут как зомби и начнут нападать на близлежащих рабочих. Магическая система позволяет заклинаниям разыгрывать битву при полном контроле игрока. Массовое исцеление, астральный луч и темные рыцари могут быть вызваны, когда вы взаимодействуете с битвой в реальном времени. Использование этих заклинаний потребляет кристаллы души, которые можно получить, патрулируя местность и разрушая вражеские сооружения. Стоимость заклинаний варьируется, и их можно разблокировать, построив обелиски и улучшив их на протяжении всей игры. Этот сценарий заканчивается, когда центр вашего города будет разрушен, и завершается, когда... Я понятия не имею. Вы поймете, почему в следующем сегменте. Как игрок-строитель городов, я села за свою первую игру в дипломатию и подумала, что смогу отнестись к этому очень спокойно, построить здание, организовать свои ресурсы и спланировать, как в какой-то момент, встать на защиту. Я очень быстро поняла, что это скорее название «Эрц», чем что-либо еще. И моего КПМ катастрофически не хватает, когда дело доходит до ситуации с высоким уровнем стресса. После нескольких заходов в компанию, я переключилась в бесконечный режим и осторожно настроилась на Борн Тучил, чтобы у меня было немного времени на изучение механики и создание защиты. Просто, знаете ли, получить представление об игре, прежде чем разрабатывать стратегию. Как оказалось, у нас со студией очень разные представления о том, что должно означать холод. И я обнаружила, что у меня нет ресурсов, и я захвачена третьей волной. Это случалось несколько раз, и после семи часов игры, я все еще борюсь даже с этой самой простой настройкой сложности. Я упомяну, что в последнее время у меня, похоже, возникли некоторые проблемы с беглостью игры, из-за которых я, кажется, отстой во всем, к чему я приложила руку. Так что это может быть проблема со мной, а не с игрой. Как бы то ни было, это сделало этот заголовок немного сложным для просмотра, поскольку я не могла продвинуться достаточно далеко, чтобы действительно увидеть контент, о котором я пыталась написать. При таком количестве переменных, о которых нужно постоянно думать и заботиться, легко упустить важный элемент из виду. Если вы не расширяете дома, у вас не будет новых людей. Без новых людей вы не сможете расширить свои ресурсы или свою армию. Если вы не будете патрулировать окраины своего поселения, вы не сможете расширяться без того, чтобы ваши деревни не подверглись нападению. И вы также не получите кристаллы души, которые необходимы для вашей стратегической защиты. Если вам не удастся построить больницу, болезнь распространится с дебафами движения. Если вам не удастся построить кладбище, ваши мертвецы восстанут и будут раздражающе настойчивы, убивая ваших рабочих. Если лесопилка или рыбацкая хижина истощат ресурсы, их работники по уборке урожая будут сидеть сложа руки и бездействовать, пока вы не переместите флаг сбора урожая или не снесете и не восстановите в другом месте. Если вы не будете заниматься исследованиями, если вы не обновитесь, если вы не будете постоянно расширять свою рабочую силу, свои ресурсы и свой поселок, то все эти элементы будут работать вместе, чтобы обеспечить вашу кончину. И даже если вы овладеете всеми этими качествами КПМ, то волны атакующих будут расти по интенсивности и чистоте, постоянно проверяя вашу боевую готовность. Это напряженно, болезненно и так приятно. По моему мнению, бой не имеет права быть таким веселым, иметь башню, полную катапульт и обрушивать скалистый ад на нападающих с толстой водой, чтобы увидеть, как они разлетаются, как кеглет для боулинга. Это просто бомба для моей души. Астральный луч — мое любимое заклинание, которое я использую, когда дела идут плохо, а звуковое оформление невероятно успокаивает. Пыл у битвы хорошо размещенный астральный луч может изменить все направление атаки, чтобы использовать его для уничтожения вражеской осадной техники или усиленных юнитов. Удерживайте нажатой клавишу Alt, чтобы увидеть на экране показатели здоровья всех ваших юнитов, чтобы лучше разместить свое атакующее заклинание или найти надоедливых отставших, воющих на стенах вашего ближайшего ресурса. Строительство, модернизация и исследование также действительно хорошо сделаны. Исследование довольно дешевое, быстрое и очень полезное с точки зрения статистики, которую вы получаете. Обновление немного сложнее, но оно того стоит, так как даже базовые обновления могут сделать вашу жизнь и управление намного проще с точки зрения искусства, звукового дизайна и написания игр. Я очень впечатлена последовательностью выбранной эстетики, начиная с ролика в начале кампании и заканчивая деревом исследований, картами, животными и анимацией. Дипломатия яркая, мультяшная и совершенно неискренняя. Дизайн обманчиво прост, и я думаю, что это одна из главных причин, по которой я сейчас так увлекаюсь этой игрой. Игровой процесс прост и поощряет эксперименты для преодоления следующего препятствия. У меня есть несколько предложений по Wii относительно того, что я хотела бы увидеть в полной сборке. Варианты сложности нуждаются в небольшой корректировке, чтобы такие игроки, как я, не застревали на одном и том же препятствии снова и снова. Я понимаю, что некоторым игрокам это покажется очень легким, но не у всех нас есть КПМ в стиле Старкрафт, и я бы не хотела, чтобы люди закрывали игру, потому что они не могут прогрессировать. Возможность изменять продолжительность времени между волнами или интенсивность волн, даже возможность изменять скорость сбора урожая, позволит игрокам адаптировать игровой процесс к их текущему уровню совместимости. Магическая система — это супервесело и одна из главных особенностей боя. Однако кристаллов души, необходимых для заклинаний, мало, и их сбор может быть более полезным, если юниты сбросили кристаллы души после победы над волной, или если разрушенное здание сбросило более одного. Если бы существовал хотя бы пассивный способ генерировать их с течением времени, это сделало бы магическую систему намного более динамичной в ее нынешнем виде. Из одного здания выпадает один кристалл, и вам приходится активно искать здание и побеждать кучу врагов, неизбежно охраняющих сарай. Это небольшая награда за изрядное количество усилий, и я бы хотела, чтобы эта механика присутствовала в игре чаще, чтобы использовать заклинания как часть вашей наступательной стратегии. Далее система транспортировки, которая по иронии судьбы была переработана в предыдущих демонстрационных версиях хижин диплома Сихолос, представляла собой здания, в которых рабочие перевозили ресурсы из одного места в другое. Я была немного удивлена, увидев, что эта механика заменена статическими складскими зданиями, поскольку я чувствовала, что зал очень хорошо работал с точки зрения организации поселения. Это также высвободило больше времени для ваших лесорубов, рыбаков или сборщиков ягод, чтобы выполнять свою работу, а не бегать взад и вперед со склада. Если вы играли в игру с этой механикой, дайте мне знать в комментариях, что вы думаете об этом и о новой системе. Наконец, значки карт, в частности, значки карт для крошечного конфликта. Я потратила изрядную часть времени, пытаясь понять, где на меня напали, чтобы найти одного зомби, бьющего в центре моего города. Поскольку у меня был включен авторемонт, это мешало одному из моих строителей, а также медленно истощало мои ресурсы. Удерживая нажатой клавишу Alt, вы можете видеть все индикаторы здоровья всех юнитов. Однако, когда это одинокое устройство, его действительно сложно разглядеть среди всего на экране. Маленький значок карты вокруг точки атаки сэкономил бы игроку драгоценное время, особенно с акцентом на высокие клики в минуту. В целом, это очень захватывающее, заманчивое название от новой студии. Интригующее сочетание игр. Дипломатия — это одна из тех игр, которая сидит в глубине вашего сознания, когда вы должны заниматься другими делами. Я поймала себя на том, что постоянно думаю о новых стратегиях или получая откровения о механике, пытаясь работать над сценариями или постановочной работой. Играть в эту игру для обзора не было похоже на работу, и мне искренне понравилось собирать информацию для этого видео. Спасибо, что настроились. Не забудьте просмотреть эту игру в Steam. И если вы ее заберете, скажите им, что я вас послала. Удачи вам в борьбе с опустошающими ордами и, как всегда, счастливого созидания. Субтитры создавал DimaTorzok